Меня зовут Толкачёв Валентин. Я знаю секрет активного долголетия. В холодную пору я окунулся ещё в детстве, потому что во время войны, я родился до войны, нашу деревню спалили, сожгли, и с матерью всю нашу семью война разбросала по свету, а мы с мамой попали в концлагерь, это Белое болото, здесь под Жодино, вот здесь зелёный бор, вот это, да. А потом после этого фашисты нас завезли в Германию, после победы мама ещё пару лет работала там, потом мы вернулись. Ну, и наша семья заселяла вот эту Восточную Пруссию, то есть Калининградскую область. И мы попали в Клапиду. И вот в Клапиде прошло моё детство. Ну, а Клапида – это ж море, естественно. Поэтому мы, детвора, устраивали рекорды, когда кто раньше окунётся. Ну, и у меня был рекорд 11 апреля, да. А потом кончил я 7 классов, да, пошёл в библиотеку, раскрыл этот справочник техникумов. Ну, и думаю, какой техникум? Открываю энерготехникум в город Калининград. Туда документы. Второй раз. Могилёв, машиностроительный техникум. Туда документы. Клапиде и Калининград рядом, а вызова нет. А с Могилёва пришла громадная афиша, общежитие, спортзал и прочее. И я поехал в Могилёв. Ну, а я парень всегда какой-то был активный. Фудбол, там у меня где-то полтора десятка разряда. А по туризму спортивному я мастер спорта. Я говорю, хлопцы и девчата, пойдёмте после занятий ходить на Днепр купаться. Ну и купаемся, купаемся. И постихоньку тает, тает наша активность. И остались мы вдвоём. Таким образом, мы прокупались всю зиму. Позже, когда я познакомился с Фёдором Григорьевичем Гловым, прочёл его книгу «Человек среди людей», где он пишет, что он живёт абсолютно трезво. Ну, Углова, знаете, лауреат Ленинской премии, знаменитый хирург, вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как в сто лет действующий ещё хирург. И я ему написал письмо. Я не поверил, что он живёт трезво, потому что на заводе, сами знаете, какая жизнь в общежитии, тем более два общежития рядом на Плеханово, женское, мужское, там какие-то встречи, расставания, сами понимаете. Ну, и как-то алкоголь был в моей жизни, табак там немного. И он мне ответил. Написал письмо, завязалась переписка, я уже начал писать о туризме в многодеражной газете. И с ним я интервью. Меня вызвали в парком, «Толкачёв, пиши про туризм, какая там трезвость», прочее вроде. Но, тем не менее, материал поместили. Ну, и, конечно, он прислал убойный материал. И я взялся за голову и понял, что надо поменять в жизни вот этот вопрос. И с 1 июля 79-го года я даю слово от углового благословения. И с тех пор я трезвый человек. Начались вот времена этих общественных организаций, и прочее, и создал Белорусское общественное объединение «Трезвенность и оптималист». Как жена говорит, куда бы ты ни пошёл, тебя обязательно выберут. Она со мной в походы. Дети у меня тоже. У меня две девочки. Я их сурово воспитывал. В год уже становятся на ноги. Коляску я в комиссионку. Всё топаем ножками. Со мной в походы выходного дня. Папа на шею. Одна спала до обеда на шее. Вторая после обеда на шее. Семья трезвая. Дети трезвые. Внук тоже. Недавно ему 30 лет исполнилось. Он занимается теннисом. Судит Дэвиса, другие и так далее. В этом плане всё. И вот эта школа, которую я вот создал, она проводит мероприятия. Мы общаемся с Минздравом, с МВД, с Минспортом. Три мероприятия. Календарь. Вот сейчас нам поручили проводить праздник пожилых людей. В продаже была моя книга «Путь к трезвости» в издательстве Поломи. 30 тысяч экземпляров. Потом первая моя книга была тоже в издательстве Поломи. «Тропа ведёт за горизонт». Они были в продаже. Ну, а сейчас я издаю, как бы сам собираю, да, деньги по какие-то помощи, пенсии. И таким образом издаю. И на занятиях, на лекциях вот это всё рекомендую. И вот эта книга «Теория и практика активной 100-летней жизни» издаёт Минспорт, другой формат А4, и они будут рассылать для своих фоцов. А в этом году во время соревнований призёрам было вручено 24 экземпляра. Поэтому у нас целая программа – учёба, общение, природа. Каждый выходной у нас где-то 50-60 человек в электричку, третий вагон, походы выходного дня. Меня когда спрашивают, как быть здоровым, я говорю, прежде всего прыгай в прорубь. Вселенская энергия жизни вливается в меня и усиливает меня. Природа, мать, дай здоровье! Температура поднимается до 40 градусов и гибнут всякие больные клетки. Да. И, естественно, ты здоровеешь, энергия. Ну вот. И хочется жить, хочется двигать. Берёте ведро или два ведра, выходят, наверное, на природу, босиком, закаливание. Это даёт силы, это даёт энергию. Все эти разговоры насчёт привыкания, прочее, ничего подобного. Забывайте. Берёте ведро и обливайтесь. Но с холодом надо тоже грамотно обращаться. Не играть там какие-то рекорды. А вот это краткое обливание. Кстати, в 90-м году мы первые на Чижовском водохранилище сделали прорубь в Крещенские морозы. А потом пошло, пошло, поехало. И люди приходят, окунаются, быстро выходят. Накинули там, что надо на себя тёпленько. Никто никогда не хворает ничего, получает энергию. Три упражнения делаете всю жизнь. Три упражнения. Первое – приседания. Вот приседания. Приседания желательно под пятки подложить какой-то брусочек и приседать вначале на одной ноге, так вдох, вдох, выдох. На одной, на второй. Это несколько движений. А потом на двух ногах. И чем больше, тем лучше. Я приседаю, значит, на одной по 50, а потом 100 в понедельник и 200 в субботу. В воскресенье как бы отдыхают. Но что даёт приседания? Включаются мышечные сердца, легче сердцу работать. И самое главное, для мужиков особенно работают 18 мышц вокруг предстательных. Сейчас простатит – это болезнь большинства мужчин. А приседания – приседайте никогда. И против простатита есть такое приседание. Надо как можно шире приседать. И потом ещё вот так посидеть где-то минуту-две. И забыть про простатит. Никакого простатита нет у казаков. Потому что они на конях прыгают. Поэтому рекомендую мужикам вот так вот попрыгать где-то по 50, по 60 раз. Второе упражнение – это отжиматься. Отжимайтесь от чего хотите. Хотя бы от стула. Потом от этого. И желательно отжиматься так циклами. По 5 раз встряхнуть руки. И так 5 циклов. Следующее очень уникальное упражнение – это пресс качать. Пресс качать. То есть лечь за что-то, укрепиться ноги на себе. Вот этих 3 упражнения делать. Ну а остальные сколько хотите. Я лично собираю 150. Прожил 75 за себя. А сейчас живу за своего отца, который под Вязьмой в атаку поднимал бойцов. Понимаете? И всё время человечество мечтало жить дольше. И постепенно всё-таки возраст повышается у нас в жительство. И слово «человек» состоит из двух слов – «чело» и «век». А раз мы предмет назвали, мы должны этому действовать. Субтитры сделал DimaTorzok